Преисходит, то и обсуждаем. Такая вот тема. Воу-воу. Они в парк пошли гулять. Вот, смотрите, вот. Вот они идут в парк. Там впереди ничего нет, там только парк. Всё, у меня, короче, фобия развелась. Теперь я... Не-е-е. Я через эти крышечки не пью. Ну, привет, Москва. На данный момент самый рассадник нашей новой болезни. Всем привет. Сегодня у нас 10 апреля. Я отправляюсь в Москву. Сейчас попробую доехать до своего дома, поставить машину, зайти домой. Вот. И по пути вам расскажу, покажу, что вообще сейчас происходит в Москве. Потому что, судя по карте самоизоляции, по индексу, все перестали сидеть дома. Вот сейчас и проверим, что там происходит. Потому что мы до сих пор очень ответственно ко всему относимся. Приходишь в магазин в перчаточках, приходишь, продукты все протёр, продезинфицировал, потому что вирус остаётся везде на отпечатках, чтобы потом всё это на себе не трогать. Вот. А что сохраняем такой вот режим. Ну что? Поехали. Сегодня расскажу ещё про небольшую стройку. Спасибо, что зашли на видео. Ставьте лайки и оформляйте подписку. Эта красная кнопочка должна быть серой. Давайте, поехали. Да это просто эллис. Я, конечно, решил стать одуванчиком, походу. Оба, настало время ехать в Москву. Буду отдавать робот-пылесос. Ещё отдавать проектор. Сейчас вам ещё покажу, если что у нас снова на участке. У нас сейчас вот куча стройматериала, пескобетон. У нас тут будет вот эта вся площадка делаться в брусчатку. Вот прям в такую же, как вот здесь вокруг дома идёт. То есть в такой же брусчаткой будет делаться вот здесь вот всё. Вот, кстати, в своей машине люблю, что не надо садиться за водительское сиденье, чтобы её завести. Не надо на тормоз нажимать. Она стоит на плее, и всё, и заводится. И вот здесь у нас будут бордюры идти на расстоянии трёх метров. Вот эти вот бордюрчики. О, кстати, сюда один откололся. Вот, конечно, бордюры будут вот здесь. Вот ещё бордюры. А вот она как раз она, брусчатка. Ещё из этой брусчатки у нас будут здесь дорожки идти. То есть мало того, что вот здесь вот на парковке, потому что здесь мы надеемся, что будет намного меньше воды скапливаться, потому что когда дождь идёт, всё прям всё заливается. Вот она поднимется на вот такое вот расстояние. Вот, вот, у нас ещё будут дорожки вот здесь вот из брусчатки, и вот там вот тоже все. Вот, здесь дорожка будет, здесь дорожка будет. Так что вот так вот планы грандиозные. Всем привет! Небольшая интеграция. Хочу вам прорекламировать ещё раз своих друзей магазин ключей софта игр ursdk.com. Не первый раз их рекламирую. Вот этот промокод VR20 дает вам 20% скидку на любой софт. Но я вам сегодня хочу рассказать про не только вообще сайт ursdk.com. Здесь можешь купить и игры, и любой другой софт, и для Xbox, и Uplayer, и Origin, Steam. Windows 10 Pro. У меня, кстати, такая стоит. Стоит 17 долларов, но при помощи промокода мы можем ещё 20% скинуть. Не важно, понадобится он тебе сейчас, но Windows 10 Pro у тебя ключ будет. Получается там в районе, сколько там, 700 рублей. Реально работает. Прям отвечаю. Смотрите, если вы оформляете Windows 10 Pro, выводите промокод, он звучит так. VR20. И делаете Apply. После этого у вас цена... Цена превращается в 13.97. Оплатить можно вообще любимыми способами. И с последним, кстати, что у них покупал, это офис полноценный 2016 года, именно Professional Plus. он стоит без скидки 39, а с промокодом он получается что-то в районе тридцатки. 31 доллар. Ну что, спасибо, что досмотрели. Ссылочки все будут в описании. А мы продолжаем дальше смотреть. Сейчас вот, конечно, ездили. Вся машина забита этими масками. Такое себе тоже удовольствие. Потому что, ну, получается, для того, чтобы тебя маска защитила от вируса, тебе нужен этот тремовский такой респиратор с этим, с фильтром, как он там, FFP, там, P3, или как он там называется, или с двоечкой. Они дорогие, их хрен достанешь. Вот. Поэтому, ну, ты в таких ходишь, чтобы, знаешь, на случай, если, может быть, ты где-то подхватил, чтобы сюда еще не пошло, чтобы, типа, других не заразить. Потому что, я с ним пень, что такая тоненькая маска ничего не задерживает. Но все же. Но у меня за главной на собой перчатки, блин, я, кстати, в куртку их положил, а куртку не взял. Вот косяк. Хорошо с вами заговорил, вспомнил, вот пойду перчатки возьму. Но, 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 все равно правило носить маску, неважно какую, есть во многих странах. Например, вот сейчас в Тае ввели, что без маски ты выйти из дома не можешь, иначе 20 тысяч бат, это 40 тысяч рублей штрафа. Потому что, чтобы все друг друга уважали, и чтобы не разносили заразу. Потому что, ты же идешь, то есть я вот сейчас без маски пойду, хоть я и живу в отдельном доме, я вообще никого не выхожу. Вот, как бы, я чувствую, что не болею. Вот, а на самом деле, а может болею. И другой человек не знает, что я живу, ну, в отдельном доме, типа никого не выхожу. И он так будет на меня косо смотреть и меня бояться. Вот, так что, поэтому лучше быть как единая система. И хватит меня призывать к тому, что под каждыми выпусками писать, что Илюха, маска не помогает. Для, чтобы заразиться, конечно, не помогает. Вот, но для вот этой всеобщей штуки, чтобы как-то все это было безопаснее, комфортнее, лучше ее носить. Вы сейчас знаете, как раз ехал-ехал, начали по встречке мигать, типа, ну, стоят, стоят, стоят. У меня первый раз в жизни было желание, чтобы меня остановили. Ну, чтобы, знаешь, понять, что сейчас вообще происходит в мире. Ехал машин, притом, инспекторы, инспектора стоят в черных масках, как ниндзя какие-то. Впереди меня машины тормознули, вот, я дальше поехал. Было бы интересно остановиться, то есть, понять, чего они хотят. Просто проверка документов или спрашивают там, типа, что, куда едешь и так далее. У меня, кстати, паспорта с собой нету. У меня паспорт в Москве, так что я его сейчас заберу. Это я, да, немножко лоханулься. Вот. Сейчас я просто тоже ПС проехал, записываю. Но у нас закона нету, нельзя разговаривать по телефону, а записывать видео можно. Про то у меня рука как бы на руле. Вот. Но не остановили, так что не могу понять. Ну, сейчас еще поедем, посмотрим. Даже по идее как. То есть у тебя, ну, паспорт с собой должен быть. То есть у тебя остальных куда-то там едешь, даешь паспорт, у тебя побатят, скорее всего, проверяют, там ты на карантине, на карантине. Если ты официально на карантине, то есть когда там прилетел с другой стороны, когда ты должен сидеть сто процентов дома, вот, вот, тогда штраф. У меня же самоизоляция. Ну, я передвигаюсь от своего дома в Подмосковье к своему дому в Москве. Поэтому, в принципе, все чисто. Ну, это такая же заморочки. Уже почетно видеть такие машины. Ну, не знаю, копеечка, шестерочка, наверное, да, получается. Вот, из-за того, что, блин, она все еще ездит, за ней хотя бы следят. Сколько сейчас такая стоит? Тысяч 15 можно взять за 10? Ну, я не знаю, сколько они, примерно, стоят. Не дороже. Так, блин, телефон дороже сейчас стоит, чем машина. Хотя можно, знаешь, на сумму нового iPhone 11 купить даже несколько машин, притом, которые на ходу, понятно, что они уже очень уставшие, все дела, но в основном, купить даже несколько машин. Сейчас, наверное, в Макдональд зайдут за кофейком. Солнышко даже вышло. На улицах народу нет вообще в Подмосковье. Ну, то же время еще, полдесятого. И еще, опять придется крышку, наверное, снимать. Все, у меня, короче, фобия развелась. Теперь я, не, я через эти крышечки не пью. Пошли, не нахрен. Вообще, все, я теперь, конечно, стал их снимать и пить так кофе. Или даже, я вам другое скажу. Я, наверное, вообще перестаю пить кофе в таких забегалок. Потому что, блин, что-то одно стрёмно, другое неудобно. Здесь, смотрите, такое ощущение, что кофе вырится. Ну, ладно. Кстати, как вам моя прическа? Я решил все это не зализывать, и когда, типа, голову сушу, все это вообще хотел оставить, как адвенчик. Ну, привет, Москва. на данный момент самый рассадник нашей новой болезни. Так что, надо быть очень осторожным. Я еще на самом деле понимаю, что там в новостях сказали, что почти миллион машин выехало из Москвы. Ну, там как раз те, у кого есть дача и так далее, то лучше сидеть там. Потому что самый очаг-то понятно, что в Москве. И вот. Как бы, надо точно быть осторожным. Потому что, уже знакомые, короче, случаи есть. То есть, не тоже где-то там на стороне что-то, а прямо уже вот людей, которые знаешь, уже болеют. Извините, подавился. Вот. Слушай, ну, из-за хайпования, конечно, сейчас эта тема вся с этим вирусом, прям, из-за того, что у нас социальные сети и прям все, 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 короче, в этом, все в этом. И я еще, видишь, то есть, что я-то делаю? Я же тоже снимаю видео на эту тему. Такая вот она жизнь сейчас стала. Видишь, социальные сети, все там, YouTube, и все. Что в мире происходит, то и обсуждаем. Такая вот тема. Воу, воу, все. Свален, там, скорая выехала. Нифига себе, она мне могнула. Ну, окей. Хотя, странно вроде больше не мигает. За мной перестроился, так, типа, пропустили. Еще надо было меня остановить, меня проверить. Шучу. Еще, ребят, без ума просто от новостей, когда, знаешь, вчера, ну, как у нас любят новости писать, водителей штрафуют за передвижение на автомобиле в Москве. Открываешь новость, написано. Да, кстати, сейчас мы проехали МКАД, то есть, свободно въезжай. Те, кто на карантине, да, так передвигаться можно. Блин, я вообще, вот эти вот желтые заголовки, это типа, блин, это как точно, это как кликбейт на видосах. Вот. Реально, вот то же самое получается. Вот народ без масок. Ха-ха, мне особенно нравится, ладно, в масках, когда... шарфик свой, вот так вот. Не, чтобы, типа, заразу не разносить, да, почему нет? Здесь ты заботишься о других, если ты не болеешь, то так, купа. Хотя бы, если когда будешь кашлять, у тебя все нервный. Ну, кстати, справа кладбище. У нас, по-моему, вчера или позавчера, по крайней мере, не знаю, как в Подмосковье, но в Москве закрыли кладбище-то для посещения. Такая странная, не знаю, с чем это связано. Точно, неужели на кладбище так много народу одновременно ходит? Вот, ну, короче, закрыли кладбище. О, смотрите, детей-то выводят. Я думаю, кстати, с детьми так и не надо гулять. Вот, мама идет с ребеночком. Ребеночек без маски. А, это папа с ребенком. Притом, папа без маски, ребенок без маски. Ну, окей. А куда они идут? В магазин выйти? Очень спорный момент, потому что, блин, дядя, ты что? Вообще, он даже тронуться не может. Ему, притом, вперед нельзя вот здесь. Знак у нас повесили, что-то две с половиной. А, он просто не знает, куда ехать у него, с той полосы поворачивает. Короче, спорный момент. к примеру, папа идет с ребенком, детские площадки закрыты, просто так шататься нельзя. Конечно, у него, возможно, нет выхода и выбора, если он живет один с ребенком, то чтобы ему сходить в магазин, он должен в любом случае выходить с ребенком. Или прогулять ребенка. Хотя, я даже не представляю, если бы мы все это время зависали в Москве, то он тоже все-таки пошли, вот тоже, вот родители все, все без масок, вот с ребенком идут. Да нормально, уже типа можно в парк гулять, вот на самокате кататься. Двоякая. Тут, знаешь, можно с одной стороны сказать, типа, куда вы пошли? Вот они в парк пошли гулять, вот, вот смотри, вот они идут в парк. А там впереди ничего нет, там только парк. Вот они пошли в парк гулять на самокате. То есть, такая себе. Что вы думаете по этому поводу? Все, давайте. Удачи вам. Как бы, с одной стороны, позвольте порассуждать, с одной стороны, вы что, они пошли, типа, ну там уже никого нету, мы же не болеем, что пойдем погуляемся. А если так все начнут делать, то опять вот будет, что все там, просто все гуляют, тусят. Дома им сердится. Понятно, что там две недели посидели, все, пойдем, пойдем прогуляемся, что еще делать. Площадки до сих пор все перемотаны, все пустые. Вот, наверное, тоже в маске ходит. Где бы я сейчас предпочел не находиться, так это, наверное, в Москве. Вот, смотрите, здесь все перемотано, заходить нельзя. Какую-то там новую какую-то хрень повесили, которая за... Ну, здесь люди, люди вот с собаками гуляют. Ну, понятно, что с собаками больше негде гулять. Вот здесь тоже странно сделали. Вот перемотали, при этом люди ходят. То, что, блин, ты по-другому к метро не пройдешь. То есть, перемотали весь этот бульвар. Ну, вот тоже перемотано. Ну, а толку-то перемотали. Понятно, что если мне нужно на ту сторону, я через нее перейду. Слушайте, это у меня, короче, когда долго этот бесперебойник для компьютера не работает, потом его начинаешь включать, когда он, типа там, это у него процесс зарядки. Вот так он немножко шумит. Прямо совсем немножко пошумит, потом нормально будет. Мы сейчас нашли новый такой способ, действенный. Короче, вот здесь вот медицинский спирт. мы, короче, нашли каналы, купили какую-то там пятилитровую баклажку медицинского спирта. Мы просто заливаем, дезинфицируем, потому что, понятное дело, что проще вирус передается, когда ты, не знаю, там, ручку двери, бац, сюда, там, сюда и так далее. Потому что, напомню, что вот из этого дома, вот из этого дома, где я живу, отсюда забирали больных коронавирусом. Потому что на карте Москвы отмечено, что из моего дома, конечно, в моем доме есть больные, вот. Поэтому я хожу в перчатки, открываю, ну, там, дверь входную, в лифте, все, нажимаю в перчатку, прихожу, ее снимаю, и вот дальше здесь брызгалкой, ну, там, не знаю, ключик я попшикал, руки попшикал, все попшикал, и вот так вот. Посмотрев на то, что происходит на улице, сравнив с тем, что было, как там получается, неделю назад, когда я там делал выпуск, когда вот, там первый день был. Люди расслабились, это нормально, наверное, они расслабились, начали больше выходить на улицу, меньше ходить в масках, либо они у них закончились, либо, ну, типа, и ладно, кто-то, может, понял, что комната не загружается. Ты что висишь-то? Эй, бро, все нормально? Что на тебя так долгое отсутствие питания повлияло, что ли? Hyper PC. Что, хрень какая-то? Ладно, перезагрузим. Странно, что-то он не загружается. Ничего такого сверх, естественно, не произошло. Вот, народ расслабился, это видно. И надеюсь, что сейчас реально у нас пойдет на спад, потому что вчера самое большое количество заразившихся было, сколько там, на Яндексе постоянно примерят, 1150, что ли, что-то такое. Сегодня, по идее, должно быть больше, но это то, что вот мы еще до этого нагуляли, все друг друга поперезаражали и так далее. Вон, хотя бы можно в Биллс войти. Странно, что загрузка винды не появляется. Что за фигня, давай. Вот так с ними надо бороться. Ладно, пусть, наверное, подумает, загрузится. Так, мне что, выпускный называть, что компьютер сломался? Что за херня? Ладно, давай в Биллс войдем. Что, неужели М2 накопитель сдох? Что он не загружает-то? Ком просто был, ну, отключен из сети, потому что бесперебойник был отключен. Все, что-то больше не загружается. Что загрузка-то, блин, с диска не идет. Сейчас что-то вообще ничего не показывает. полтергейст, эквакура не включилась. Так, гдень, теперь пошли, так, давай, как я в Биллс войдем. Давай посмотрим, что там. А, сейчас, мышку надо включить. Мушку я выключаю, чтобы она меня не сажалась. Опа, так, Windows, ну, все правильно. вот этот SSD-шник у меня стоит. все нормально. Да. я в 10 уже, непривычно, да. Странно. Давай. Ну, наконец-то уже хотя бы начал со мной общаться, да, посмотрим. во-первых, он в PC failed to start. So it needs to be repaired. Press enter to try again to enter recovery for startup settings AT&T. Давай. Начнем с самого простого, с enter. Не хочу ничего рековерить. Пошел ты нахрен. Все работало. Вот, знаешь, удивительная тема. Я на нем поиграл в Half-Life Alyx, все нормально. Выключил его, отключил питание, отключил этот бесперебойник. Сейчас приехал, включил, хоп, все, не работает. Вот как с техникой общаться? Я уверен, что он сейчас загрузится. Ну, он там, если что, рпм-мод, я так понял, три раза он, типа, не загрузился, вот это синий окно выдал. Вообще. Темка просила ему этого дядька привезти. Смотри. И меня и стекло в дяденьку. Везинорс, этого расстегнул дяденьку. Так, надо его не забыть взять. Тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан. Не работает. Выключился. Мой компьютер, мой компьютер. Эти стюди, худись, когда я что-то SSD-ничник от Samsung сдох, что ли? Четыре. Ну что, кроссовочки с собой привез. Штанишки теперь мои самые любимые, которые я ношу уже хрен знает, сколько времени я их использую для тренировок. Они каждый день стираются. Ну вот, в них очень удобно заниматься. Ну что, инсцинити all the way. Кстати, сейчас интересная информация. Значит, на следующей неделе, возможно, ко мне приедет, скорее всего, Galaxy M21 и M11. Новая модель от Samsung. И одну из них мы разыграем среди вас. Доставку по России своими силами сделать совершенно бесплатно. То есть тот, который у меня будет на обзоре. Так что, стейте он. Так, что у меня с тренировками? У меня, конечно, инсцинити везде распихано. Так, что-то я не помню. Может быть, на жестком диске зелененьком. Мне кажется, только инсцинити везде. Когда-то давно себе скачал отчетелек не работает. Сегодня вообще какая-то проблема? А, кстати, вы заметили, да, компьютер работает. Как же, как там все произошло? Извините, я просто без майки с голым торсом значит, он вот так вот опять висел. Потом я зашел в этот в recovery mode. 15 минут комп просто написал типа please wait. Ничего не крутилось, просто такое ощущение, что он на этом please wait завис. 15 минут так висел, я его, короче, опять принудительно выключил, включил, ба-бам, после этого все загрузилось. Вообще, какой-то дебилизм на самом деле. Ну, бывает же такое, иногда, что-то с компьютером непонятное. Все, короче, загружал, загружался, точнее, не мог загрузиться, вошел потом в итоге в recovery mode, и recovery mode тоже завис, после выключения, перезагрузки компьютера опять жестко, и он загрузился. Окей. Ладно. Вот это мне нравится в моем тереке, что все подключение USB происходит в отдельном блоке, не надо терек там выдвигать, ничего. Так, может сейчас это? Так, давай, наверное, с нормальной акустикой позанимаюсь, что я со мной один дома, прям как это фильм один дома. Так, есть, сейчас надо сначала здесь вот подрубить всегда в настройках, вывод, чтобы был на оптику выходил, во, источник expansion, expansion, давай, вот он, тут фотки темки, тут по месяцам все разбито, Ольга, iPhone, T-Boy, Uzi 3D, конечно, личный файл, инцените, Max, все, а мне большой нужен инцените, только не говори, что его нету, фотосессия, хреново, зато можно всегда такие вот видео посмотреть, Темка еще мелкий был совсем, смотрите, как ползал, ходить еще даже не умел, хе-хе-хе, испугался, ой, снеговик, это максимально хреновая новость, что у меня здесь нет большого инсента, попробуем, может, на компе найти, но я сейчас, конечно, без перерывов, но с одним выходным вчера у меня был, вот, сегодня начинаю вторую неделю, не знаю, насколько меня хватит, хотя бы еще вот эту одну неделю сделать, уже себя, ну, я себя намного лучше чувствую, сегодня буду делать Cardio Power Resistance, вот, еще мне не хватало, я ее на даче тогда и не взял, протиражка моя, которая для пота, просто, это реально мастхев, так, вот у меня стаканчик водички, протиражка для пота, все, короче, я нашел на компе, да, у меня все есть, перенес себе на жесткий диск одну тренировку, вот, и сейчас запускаем, если вы мне будете говорить, что, Илья, это все не то, надо делать там, намазу, что-то еще, меня это прет, мне вот такие тренировки нравятся, потому что я все детство занимался спортивным плаванием, то есть у меня хватает силы на 40 минут и потом, когда на второй месяц уже там по часу тренировки, то есть они интенсивные, меня хватает, вот, мне это нравится, и после тренировки я чувствую себя офигенно, это самое главное, так, а все делают тренировки, каким хочется, это все не то, блин, как-то сегодня все в прямом эфире, прям, кардио-челлендж, блин, перенес и потерял, так, товарищ Samsung, короче, файл этот, ави, не хочет проигрывать, что-то он пишет, что на следующий время не поддерживается, пошел ты нахрен, ладно, окей, буду заниматься по монитору, вот сейчас, знаете, вот, на ту неделю было все нормально, вот по этому индексу, я не знаю, это, конечно, делает Яндекс, то есть сейчас у нас индекс 3, то есть, сколько людей на улице, то есть в Москве 3, было неделю назад, там, 4.0, 4.2, из 5 возможных, то есть сейчас, вот, на улице есть люди, понятное дело, что все задолбались сидеть дома, и как-то все не очень радужно, вот, ну, посмотрим, что так, потому что сегодня, конечно, вообще не радостно, когда вчера было там 1100 зараженных, сегодня 1800, но это, получается, вчерашние цифры, за весь вчерашний день, и это хреново, это еще не самый пик, а народ уже начинает шастать по улицы, везде, такой себе, надо победить, что ли, это, максимально такой режим работы, записываю этот влог, одновременно в него, эту монтирую интеграцию, которую уже в начале видео, сейчас сделал первую часть ролика, сейчас ее смонтировал, закачал на YouTube, отправил, как раз с ребяточком этим, вот, из этого магазина, чтобы они все дело проверили, посмотрели, все ли нормально, вот, когда мне окей, я вот эту вторую часть домонтирую, будет один нормальный влог, все, конечно, выходим, и запускаем Insanity, где, 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 кстати, может заделаться в автоблогера, где-нибудь машины просить, тогда на Peugeot классно покатались, недельку, так, ладно, все, погнали, сколько у нас сегодня, 39 минут, поехали, разминочка позади, но я так что протерся, но все уже, короче, мокрое, сейчас уже основная тренинка начнется, наверное, самое нелюбимое упражнение, но здесь надо аккуратнее приземляться, сил сегодня просто выше крыши, потный, как свинтус, но силы есть, продолжаем, 9 минут еще осталось, закончил тренировку сейчас, 2 минуты еще, растяжечки, мне даже не настолько важно, как я буду выглядеть внешне, мне главное, что мне после тренировок внутри, знаешь, жизнь хочется, прям это, ощущение офигенное, вот сегодня тренировка прошла, вообще сил было дофига, видим, потому что я только с утра позавтракал, и все, притом позавтракал так немного, вот, поэтому сил еще тут вообще прям полно, отлично, спасибо, что идти, не знаю, насколько мне, конечно, еще хватит, ну, первое, не буду спортом заниматься, фу, прям радует, когда, знаешь, ты весь промокривая, у тебя в этом прям, кайф какой, я как бы себя знаю, я сейчас позанимаюсь, месяцок, потом опять начну есть, нормальная тема, ну, барахтаемся в этом дерьме, как можно, так как дома, жрать нечего, от слова совсем, здесь только соусы, у нас остались, испанские вкусняшки, в виде храмона, сейчас заберу на дачу, сейчас в морозилке нашел, вот оставьте, оставьте каких-то мидий, ну, они замороженные, вот, сейчас себе эту, капусточку свожу, капусточку и мидия, нормально будет, ну, утверждение, что на улице народу много, могу сказать точно, потому что все просто, все куда-то идут, ну, просто, короче, вот, это не то, что было на той неделе, к примеру, то есть, совершенно вообще другое, на той неделе я приехал, вообще народу не было, не, все, все вылезают, нормально, жизнь есть, это хорошо, ладно, никого не призываю сидеть дома, гуляйте все, гуляйте все, сейчас пропустим пешехода, а вон, если пересмотреться, вот видите, человек ходит, в маске полностью одетый, тот, который дезинфицирует, рядом с подъездами, все, но судя по видео, то, что мы в интернете раньше видели, это делаю так, чисто, знаешь, для фотки, чтобы потом отчитаться, вот, ну, увидел своими глазами, пока люди не работают, и собаки тоже не работают, так, ну, вот наблюдения такие, все, я сейчас, короче, из Москвы уезжаю, поездил, посмотрел, оценил обстановку, народу намного больше, чем на, вот, прошлой неделе, когда я там приезжал, в Москву, в понедельник было, прям, полно, 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 вот, и, такая особенность, я, как бы, я не осуждаю, нормально все, начали уже, без масок больше ходить, либо надоело, либо закончились, вот, ну, как-то, наверное, на все-таки еще пока непривычно, но, что хорошо, а это важно, когда захочешь так в магазин, в магазине масочку лучше обязательно иметь, потому что, ну, хотя вот дядя вышел, без масочки, у тети вышла в маске, хотя нет, там в магазине тоже без масок, ну, ладно, показал, как есть, мне бы уже другое непонятное, что так, прям, слишком пугают, что, знаешь, сейчас там все, значит, полиция может штрафовать, всех, кто просто разношатающихся, если ты, извините, не люблю бибикать, но пришлось, да, это не только мне, там дядя впереди немножко, не увидел светафор, вот, короче, разношатающихся, да, я думаю, что это так, знаешь, должно быть, может там просто, если кто в центр вышел погулять, то можно, вот так, наверное, народ ходит, понятное дело, ходит, броит, наверное, все, вот в магазин, вот, вот, еще, может, к друзьям, что-то такое, так и дело, ура, 5, а можно без сахара, спасибо большое, ого, так, опять эта чертова крышечка, короче, я взял с собой, свой этот, тамблер, или как он там называется, ну да, сейчас, хе-хе-хе, дядя впереди, сейчас, конечно, расскажу, я, короче, чтобы пить, я свой тамблер взял, сейчас сюда кофеечку перелью, чтобы губами не касаться, вот так вот, руманинка, так, обратно поставить, закрыть, и на всякий случай, продезинфицировать, вот так вот, все, можно ехать, короче, а, дядя, короче, дядя вот этот, на белой машинке сзади, обожаю людей, обожаю людей, у которых эта тонировка, та, которая съемная, которая, не знаю, не на магнитах, типа, вот сюда вставляется, но перед тем, как заезжал, видимо, он ее снял, чтобы не позориться, вот, а сейчас, когда выехал, открыл дверь, и начал ее поднять, уху, ребята, вы куда стоять, нифига себе, вы уехали, вот, а потом, когда выехал, все заплатил, чтобы дверь не открывали, вставил ее обратно, это выглядит просто смешно, немножко, во, блин, кстати, мне вот в Макдональдсе больше нравится, что в Макдональдсе подают кофе 0,4, а здесь 0,3, во, 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 что-то у меня включился, здесь 0,3 за такую же цену, Burger King, ну, и что такое, в Макдональдсе как бы повкуснее, кстати, еще кофе будет, у меня выбора нет, у Макдональдса у нас тут закрыли на реконструкцию, потому что вы примерно понимали, как у нас люди по пробкам ездят, ну, сами понимаете, здесь столбики специально поставили, вот, и типа по этой стороне можно объехать, если нарушить, но я-то все нормально сюда попал, вы не беспокойтесь, вот, а кто-то вот так вот прям переезжает, и типа все нахрен ломает, типа, блин, поставили столбики, сколько столбиков осталось, ужас, вот так и живем, очередюга, очередюга вообще дикая, вот, в Киевсе, все вообще, вообще прям жесть, находясь в Москве, заказал нам едиторию, привел, привез, сейчас едим, у Темки вон, где-то, гедза там, пермешки, но, все эти, маленькое чудо такое, что-то не очень качественное, в едиторию, ну да, вообще, раньше по-другому, конечно, все выглядело, я, конечно, купил еще крылышки, ну, потому что, спорт спортом, крылышки никто не отменял, крылышки назад буду есть, мама, хочешь? вот, ладно, все, преснуйте, так, у нас сегодня, это, музончик, а, давайте покажу, что будут готовить, знаешь, гренки с солью, и чесноком, картошечка, тут я еще пивком балуюсь, здесь у нас гриль заводится, а здесь остатки горят от угрей, ну, эти бумажные упаковки, вот такой вот длинный влог получился, спасибо, кто досмотрели, заходите на канал, смотрите, еще куча, куча, вообще куча роликов, ну, все, давайте, до новых встреч, пока! Субтитры сделал DimaTorzok